доброго времени суток сегодня я хочу показать как сделать гортензию вот у меня лично нет молда самой гортензии поэтому я решила его сделать сама вот это у меня пробный вариант молдика получились вот такие вот лепесточки довольно таки неплохо но немножко мне все таки не нравится я сейчас увидела какие ошибки сделала и мы сейчас их исправим вот этот лепесточек у меня из зефирного фоамирана ну вот как-то мне почему-то немножко не очень понравилось видимо вот ошибка была что у меня серединная вот эта вот полосочка слишком большая получилась из-за этого очень трудно делать лепесток вот это у меня иранский фоамиран тоже довольно таки неплохо но все-таки вот слишком совсем уж выпуклые прожилочки особенно посерединке не нужны поэтому делать мы сам мол будем из силикона но так как у гортензии обратные молды не подойдут и вдобавок нам нужно сделать вот такие вот немножко плавные такие вот переходы между прожилочками поэтому я решила использовать пластилин вот это у меня были заготовочки сделаны с помощью которых я делала прожилочки мы их же и используем сам оттиск молда мы будем делать на кусочки пластилина и потом уже от него отпечатаем сам молдик и так что нам нужно сделать как видите у нас идет по посерединке прожилочки и еще несколько штук закругленных по бокам для середины я сделала вот такой вот треугольная деталька нужно сделать серединку поострее для того чтобы сделать вот такую треугольную из пластилина делаем такой длинный треугольничек и вот так вот прям приминаем видите получается нижняя часть у нас такая плоская то есть вот получилась вот такая вот треугольная деталька верхняя поверхность у нас ровная можно все то же самое сделать из глины или холодного фарфора если у вас есть у меня нет ни того ни другого поэтому я изощряюсь с помощью пластилина все это делаю прям тоненько-тоненько и у нас получается вот видите верхняя часть вроде тоненькая и от него идут вот те плавные перекаты то же самое делаем с боковой деталькой точно так же делаем как мы делали середину тоже тоненько-тоненько плоскость вот это должна быть ровненькой но деталька должна быть загнута с помощью нее мы будем делать нашу заготовочку если вот эти прожилочки делать с помощью просто проволоки тогда они получатся слишком грубоватые вот допустим я уже экспериментировала сделала молдик с помощью проволоки сделала прожилочки получилось совершенно не то итак вот мы сделали детальки и сейчас нужно их отправить в морозилку минут на 15 чтобы это хорошо застыло если соответственно будете сделать из глинки или фарфора то нужно просто чтобы это все застыло и продолжим изготовление нашего молда дальше так продолжаем у меня в холодильнике застывают детальки я взяла небольшой кусок пластилина его нужно хорошенечко размять чтобы он был такой более-менее мягкий но не ложите его на батарею чтобы он не был совсем сильно мягкий и детальки к нему все таки не прилипли достаточно просто размять руками так берем какую-нибудь поверхность вот у меня крышечка чтобы ее удобно потом было поставить тоже в холодильник так вот хорошенечко разнимаем делаем лепешечку под тот размер какой нам нужен чуть чуть побольше делаем ровненько более-менее чтобы было я из проволочки сделала такой макетик той формы которой мне нужен молдик небольшой совсем у меня сейчас расскажу размер так тут 3,2 на 3 вполне достаточно так можно сделать несколько молдиков разного размера и вот получается вдавливаем пластилин делаем как бы контуры чтобы мы знали какой формы и какого размера у нас будет отпечаток так и идем за нашими детальками тут вот сейчас надо делать все-таки быстро пока у нас тут не растаяло берем вот этой стороной делаем сначала серединку серединку делаем причем не просто и прикладываем а вот так вот но пока как бы немножечко катаем чтобы у нас были не резкие прожилки а вот такие вот с перекатами так берем следующую титуле загнутую делаем ей прожилку тоже немножко впечатаем и немножечко вот так вот покатаем покатаем чем хорош пластилин если что то не получилось можно просто замазать и переделать так и делаем немножко ниже так и делаем немножко ниже так все-таки быстро тает так ну и пока можно сделать допустим поперечные так Так, я вот сейчас еще что сделаю. Сейчас эту детальку я загну. Ее тоже положу в плавильник для того, чтобы использовать пик-пинги. Так что, если у вас много пластилина, но, к сожалению, у меня все, что есть, мне приходится прибегать к такому способу. Так, я смотрю, мне как-то особо не нравится, где у меня вот эта прижилочка получилась. Но как-то получилось слишком близко. Поэтому я ее вот просто ручками замазу. И вдавлю. Так, теперь краешки вот эти вот верхние немножко у нас получились грубоваться. Можно немножко как бы вот такими движениями закатывающими сделать верхушечку потоньше. Будет более главный переход. Так, надо будет немножко подзамазала. Нужно будет немножко поперекатать по-моему. Так, и... Толстой иголкой. Иголку лучше вот такую толстую взять. Причем рисунок делать мы будем вот этим местом, краешком от ушка. У гортензии у нее такие не очень явные такие прожилочки. Еще есть поперечные различные. Вот это, допустим, делаем. В серединке. Сильно не надавливаем, совсем немного. И немножко вот подзамажем чуть-чуть. Она была обнесена пентаком. Вот всякие разные можно делать. Обязательно, чтобы они были прям вот такие рунные. Можете взять фотографию гортензии и посмотреть, какой вообще бывает рисунок. Так, вот получается, я сделала немножечко вот веточек в серединке. Чуть еще... Так как силикон очень хорошо отпечатывается, и потом все эти прожилочки видно, в этом совсем небольшие отпечатки вполне достаточно. Это я сделала серединную. Теперь делаем немножко упаковку. Все можно так делать, чтобы они пересекались. Такие молды получаются довольно-таки дешевые, поэтому можно их сделать абсолютно разные. Если, допустим, что-то вам не понравилось, можно сделать... Переделать по новой. Так... Ну вот сейчас я пока остановлю. Я так думаю, дальше особо показывать не нужно, как вот я делаю отпечатки, потому что приходит придет сейчас бегать туда-сюда из-за того, что замораживает. Если, конечно, у вас глина, из глины делать будет проще. Сделать вот такую детальку и без остановки можно отпечатывать. Где-то вот... Вот тут мне тоже немножко не нравится. Вот мы видим, как получилось. Я тоже вот так вот замажу и немножко подделаю, по-моему. Я еще сделаю, получается, вот раз, два, три прожилочки и тут еще по две штучки. Они будут каждый раз короче, короче, короче. И точно так же веточки некоторые нарисую. Главное, чтобы эти веточки были не четко прямо черчены и не были сильно глубокими. Достаточно слегка. Итак, вот что у меня получилось. Вот такая вот... Вот так... Фоксируется. Вот эти совсем мелкие прожилочки, но не глубокие. Вот такой рисунок. И сейчас мы эту детальку ставим в холодильник. Все это полностью можно также сделать из глины. Допустим, отдельно сделать вот эти вот деталечки, подождать, когда они подсохнут. И затем уже на липкой глинке делать вот такой рисунок. И потом уже сделать отпечаток на силиконе. Чем удобно делать еще пластилин? То, что можно сильно не торопиться, как вот с силиконом. И, как говорится, ляпать и ляпать. Спокойненько делать рисунок, какой вам нужно. Также можно такой делать отпечаток. Берем... Ну, тут уже нужно хорошенечко разогреть пластилин. Или нужно глинку... Берем, делаем отпечаток, допустим, листочка на пластилине. И затем уже на силиконе. И получится не обратный молд, а именно вот лицевой. Продолжаем дальше. Для того, чтобы сделать сам вот этот вот молдик, нам нужен вот такой вот силиконовый герметик. Либо будет написано герметик силиконовый универсальный. Или силиконовый герметик универсальный. Самое главное, чтобы он был вот в таких тубах больших. Ну и, соответственно, к нему нужен вот такой вот пистолет. Фирма значения не имеет. Самое главное, чтобы был именно силиконовый универсальный герметик. Ни в коем случае не акриловый. И нам нужен еще обыкновенный картофельный крахмал и одноразовый мешочек. Вот у меня осталось от старого... Вернее, от старого эксперимента. Который мне не очень понравился. Так, я вот сейчас почистила на наличие старого силикона. Так как у нас молдик будет небольшим совсем. Поэтому вот такого количества крахмала у меня хватит. Я добавлять даже не буду. Так, выдавливаем наш силикон. У меня он прозрачный. Вот небольшое совсем количество. Сверху присыпаем этим же крахмалом, что у нас к рукам. Силикон не прилип. И начинаем вот так вот мешать. Сначала мешаем тут, потом эту кучечку поднимаем, проверяем, остался ли у нас тут силикон. И начинаем месить уже в руках. Конечно, такое маленькое количество силикона не очень удобно месить, но вот мне больше не нужно. Вот такой маленького кусочка вполне хватит на один молдик. Вымешиваем до такой степени, чтобы у нас силикон не прилипал к рукам. Степенно добавляем крахмалу. Силикон не прилипал крахмалу. Силикон не прилипал крахмалу. Много крахмала не делайте, иначе у нас, во-первых, быстро остынет, во-вторых, не будет хорошо отпечатываться. И пойду в холодильник туда. Форму я в холодильник ставила на полчаса, вполне достаточно. Это нам нужно для того, чтобы он был твердый, и сейчас мы не смяли все прожилочки. Так, берем силикон. Вот так вот просто размазываем силикон по нашей форме. Делаем чуть побольше, чем сам рисунок. Сейчас я смазываю руки крахмалу, чтобы пальцем не прилипал и пуще было надавливаем. Сильно толстый не делаем, но и тоненький тоже не очень хорошо. Главное, чтобы вот эта у нас поверхность была ровная, для того, чтобы потом было нам удобно делать запечатки. Все. Полшиночкой так притоптали. В принципе, можно уже сейчас даже снять. Посмотреть, что получилось. Потому что к силикону пластилин совершенно не прилипает. Это очень удобно. Можно сделать, если хотите, еще отпечатки даже. Как видите, у меня отпечатки получились очень хорошие. Даже вот видно все меленькие прожилочки. Так, сейчас такое нужно осторожнее, потому что оно еще не застыло. Видите, видно все мелкие даже отпечатки. И оставляем его просыхать на несколько часов. Каким образом? Проверяем засохли силикон. По краешку ногтем надавливаем. Если след остается, значит не застынет. Если уже не остается, значит можно с ним уже работать. Что я подожду, пока он застынет. И продолжим. Уже будем делать саму гортензию. Сделаем многослойную тонировку. Конечно, можно было бы купить молд в магазине и не заморачиваться. Ну, я посмотрела, сколько он стоит. Сам-то он вроде недорогой. Но вот проблема в том, что на данный момент мне больше ничего не нужно. А платить доставку, которая больше даже цены самого молда, как-то не очень хочется. Ну и захотелось сделать все-таки попробовать самой. Это намного интереснее. Кому же можно разные виды делать. Если вдруг у вас молдик не получился. Или вам не нравится его какая-то фактура. Он все равно вам пригодится для других каких-то цветочков. Вот видите, получается у меня уже... Мне вот этот вот на вид больше даже нравится. Он получился более такой интересный. Вот эти вот верхние прожилочки у меня тут соединяются. В ретензии они не всегда вот все-таки соединяются. Поэтому тут они на разной вышине. Как-то мне вот больше нравится. И тут еще получается у меня от серединок нету этих веточек. А тут есть. Мне кажется, будет намного интереснее смотреться. И таким образом можно делать очень многие цветы, лепестки, листочки. Все, что вам хочется, экспериментируйте. Итак, у меня молдик застыл. Мне довольно-таки понравилась фактура, которая получилась. Я уже сделала вот несколько гортензий. Спробовала. Довольно-таки хороший результат получился. Вот эти получаются такие интересные. Мне больше нравится именно вот эту гортензию, чтобы был вот такой насыщенный цвет. Итак, для серединок вот мы сейчас делаем вот такие вот трубочки. С вот такими вот ответвлениями сверху. Это будут у нас соцветия цветочков. Для этого нам нужен зефирный фоамиран. Тут другой не подойдет. Если у вас нет еще зефирного фоамирана, то каким образом делаете? Просто возьмите 4 тычинки, вместе соедините тейп-лентой, смотайте и используйте как подсерединку. Ну, вот я буду тут использовать именно зефирный фоамиран. Вот видите, у меня получается ствол цельный. До этого я сделала такие же детальки из белого фоамирана, но мне не понравилось. Потому что после обработки зефирный фоамиран очень-очень тяжело тонировать. Если только вот делать вот такой более светлый цвет. Вот почему-то у меня не получилось. Получается тонировать даже масляной пастелью. Слишком стирается. Поэтому я взяла зеленый вот этот вот салатовый зефирный фоамиран и из него сделала вот такие вот детальки. Мне результат больше понравился. К тому же в основном у гортензии серединка вот салатовая, но можно подтонировать. Итак, как сделать вот такие вот серединки. Для этого нам нужен утюг. Так, включаем. Делать все довольно-таки легко. Нам нужна будет вот такая бита. У битые довольно-таки тоненькие вот эти вот ответвления. Вот крестовая бита. Как минимум. Можно даже взять еще поменьше. Так. Зефирный фоамиран. Так. Утюг нам нужно поставить на однорочку. Нам нужен небольшой кусочек зефирки. Так. Длина получается 6. Ширина 2,5 см. Вполне достаточно. Так. Можно взять еще зубочистку для помощи себе. Итак. Утюг стоит на днерочке. Вполне достаточно. Прикладываем наш кусочек дефирного фоамирана. Вот. Видим, что он уже более-менее прогрелся. Греется быстро. И нам нужно скрутить из него трубочку. Для этого вот для начала я использую зубочистку. Самое главное вот тут вот загнуть серединку. Подцепляем. И закипаем. Это вот пожалуй самый сложный момент. Остальное все довольно таки легко. Вот я загнула. Теперь уже можно пальчиком просто скатывать. Трубочку. Сильно не торопимся. Пускай она у нас греется. Так. Вот. Докручиваем до конца. Пока у нас все это горячее. Снимаем. И растягиваем. Прям очень-очень конечно сильно не тяните. Но вот прям будете чувствовать, когда она легко тянется. До такой степени. Да. Кончики держим. Растянули. И держим до полного остывания. Как узнать полное остывание? А вот под пальчиками чувствуете? Стало не горячо, значит хватит. Вот. Получаются у нас вот такие вот трубочки. Так. Кончики, где мы держали, их обрезаем. Вставляем вот эту вот немножко толстенькую на конце. Она нам даже пригодится. Вот с обеих сторон. Теперь сразу подготавливаем биту, чтобы она у нас была под рукой. Теперь будем делать вот как раз вот эти вот внутри вот эти соцветия цветочки. У гортензии на самом деле, что такое гортензия? Гортензия это вот это вот на самом деле не лепестки. И это на самом деле листочки. А цветочек это у нас посрединки. Поэтому будем делать вот такой соцветия. Вот этим местом прикладываем к утюгу. И держим. А, вот. Можно добавить теперь немножко температуры на двоечку. Вначале просто делаем на отнюдку. Там большая температура, не знаю, тут немножко повышена. Греем. Видим, что он у нас вот такой вот пружинный стал. Получился такой гвоздик. И нам нужно вот в это отверстие засунуть нашу вот эту вот наконечник от биты. И прижать. Все. У нас получался соцветия. Какой длины оставлять вот этот вот ствол, это уже решайте сами. Я сильно длинный не буду делать. У меня получится вот из такого кусочка три тычинки. Три соцветия вместе со стволом сразу. Следующий край тоже самое делаем. Прижимаем, держим. И быстренько засовываем и вот прижимаем даже пальчиками вокруг биты. Чтобы у нас вот сумелось между отверстиями. И вот у нас получился вот такой вот цветочек. Тоже самое делаем вот даже у нас маленький, не боковой с той стороны. У нас тоже получится хорошая серединка. Так вот делаем. Тут она у нас получается расширяется немножко. Точно так же в серединку высовываем кончик биты. Немножко нужно подождать, когда подостынет, чтобы у нас осталось формирование вот этого вот этой серединки. Так. Все. Серединку для цветка я сделала. Теперь будем делать. Утюг я не выключаю. Он у меня так на двоечке пускай будет. Теперь будем делать лепестки для нашей гортензии. Вот для этой гортензии я использовала вот такой вот желтый фоамиран. Он довольно таки бледненького цвета, не яркий. Сразу предупреждаю, что для гортензии лучше использовать фоамиран таких бледных цветов для того, чтобы было проще потом затонировать. Отпечаток мы будем делать с помощью губки. Кусочек губки. Вот получается молдик я обрезала чуть-чуть небольшим запасиком вокруг вот нашего рисунка. Где-нибудь на 2-3 миллиметра. Вполне достаточно. Губку я приложила к обратной стороне. И под размер губки чуть-чуть с маленьким совсем запасиком я вырезала кусочек губки. И фоамиран мы вырезаем соответственно. Вот получается мы будем прикладывать вот так. Молдик. Высота у меня чуть повыше. У меня вообще получился молдик шириной 3,5 см и высотой тоже 3,5 см. Кусочек фоамирана. Истончать его заранее не будем, потому что я попробовала и потом делать отпечатки. Именно вот это у меня иранский фоамиран, отпечатки потом делать не очень хорошо. Фоамиран слишком цвеживается. Поэтому вот берем такое, какое он есть. Отрезаем по высоте губки. Вот видите, получается он у меня прям соответствует. Высота. А ширина немножко я делаю по полсантиметра. Можете добавить по сантиметру. Еще к бокам для того, чтобы нам удобно было держать и прижимать к утюгу. Сильно большие вот тут кусочки оставлять, я думаю, не следует, потому что получается не экономично. А такого размера вполне хватает для того, чтобы подержать. Тем более, что фоамиран нагревается очень быстро. Итак, берем наш кусочек, приготовляем молдик, берем утюг и и вот такими вот движениями нагреваем, прислоняем, убираем, прислоняем, убираем. И так несколько раз. Но долго делать этого не нужно. И просто прижимаем губочку. Вот у нас получился отличный отпечаток, как с этой стороны, так и с изнаночной. Вот видите, у меня губка по ширине такая же, как высота. Это вполне достаточно. Видите, у меня даже тут по бокам довольно-таки немного. Утюга. Самое главное, ручками хорошо держать и не упустить. Я вот особо утюга не боюсь. Губка нагревается. И прижимаем. Все. Вот тут немножко я сделала ошибку. У меня получится тут вот маленький хвостик. Так что, если вы боитесь, вот видите, получается при нагреве фоамиран съежился и получилось уже. Вот этот у меня получился аномальный. Вот внизу нам нужно, чтобы у нас оставался хвостик. Это нужно для того, чтобы сделать... Вот видите, у меня гертензия вот на таких тоненьких стволах лепесточки. Так мне больше, в принципе, нравится. Но если вы хотите сделать не такую гертензию, а которой вот там лепестки прям, получается, впритык к соцветию, то тогда в этом нет ничего страшного. Ну, в принципе, и сейчас в этом нет ничего страшного. Мы сделаем каким образом? Мы просто уменьшим тогда немножко лепесток. Вырезаем. Сейчас вырезаю не по тому размеру, как мы делали, немножко меньше. Немножку тут волнистость сделаем. Можно сильно волнистость сделать, можно лучше. Вот я просто лепесточек чуть-чуть уменьшила для того, чтобы сделать вдруг хотя бы небольшой хвостик. Ну и на гертензии все равно получается все вот эти лепестки, они не одинаково размеровы. Можно сделать меньше, больше. Так, этот вырезаем полностью. Обязательно нам внизу нужен хвостик. Вырезаем по тому контуру, который у нас был. Можно сделать вот такие вот обычные неровности вырезать. На каких-то я делаю, на каких-то нет. И внизу опять делаем вот такой вот. Видите, чтобы был не очень большой, но все-таки хвостик оставался. Так, теперь будем делать тонировку. Тонировку я буду делать вот такую вот. Сейчас я вам покажу, что я делаю. Вот на этот я брала, это у меня корейский оливковый, ой, нет, не оливковый, а салатовый поамиран. Я его тонировала вот такой просто бордовой пастелью. А внутри чуть-чуть желтеньким. Вот и получалось такой вот интересный цветочек у меня. Соотношение вот с этими цветами, мне кажется, вообще классно смотрится. Тонировку и цвета можно делать абсолютно разными. Если, допустим, взять такой бледненько-голубой цвет и затонировать синим с фиолетовым, тоже будет отлично. Итак, тонируем. Делаем тонировку. И я беру в основание, сделаю такой вот салатовый оттеночек, чтобы был на экране. Особо не видно, что это салатовый, но, думаю, разницы все-таки будет заметно. Даже, знаете, как я один новинный лепесточек затонирую практически полностью этой салатовой пастелью. Вот оставлю совсем краешек только. Как будто он у меня такой недозревший. Вот я прям карандашиком тонировала и с обратной стороны повторяю этот же рисунок. Так, теперь берем, тонирую я только масляную пастелью. Вообще больше люблю все-таки масляную пастелью. Поэтому у меня салфетка сухая, тут уже давно-давно она высохла в этой упаковке. Так, и будем немножко растушевывать, чтобы было поаккуратней. Вот так же тут. Вот я растушевала. И немножко можно еще основной чуть-чуть еще добавить, чуть-чуть еще растушевать. Сильно не нажимаем. И тут у основания, вот у хвостика, сделаем немного зелененького добавим. Можно просто зеленый добавлять. Попробуйте тонировать вообще по-разному. То есть сделайте разных цветов отпечатки по одному лепесточку и попробуйте их по-разному тонировать. И посмотрите, какой вам нравится, какие, вернее, нравятся, какие потом и делать. Так, теперь я беру вот эту пастель. Это у меня номера я вам не скажу, потому что это у меня вот с такой пастельки. Это у меня не корейская пастелька. Так, и немножко кальмирую вот где я не добавила зелененький. На этом вот, и на этом лепестке, и на этом. Вот прям карандашиком мазюкаю. И теперь нужно получше растереть, чтобы у нас попало еще и прожилочки. Если берете какой-то насыщенный цвет, который отличается от основного цвета, то желательно его сначала втереть для того, чтобы прожилки не были прям, столь прям вот сильно-сильно явными. Был все-таки переход. Поэтому вот хорошенечко, хорошенечко прям тонируете. По сравнению с этим бледновато. Но это лишь основа. Так, берем, теперь переворачиваем и тонируем то же самое с обратной стороны. За счет того, что мы делали губкой отпечатки, у нас вот этот ворс губки немного остался на обратной стороне. Но, если честно, мне понравился эффект. У нас обратная сторона лепесточка получилась такая бархатистая. Если вы не хотите, чтобы была такая лишняя вот эта бархатистость на обратной стороне, то тогда возьмите салфетку, у нее текстура, фактура более такая мягкая и просто вот оберните салфеткой. И все, текстура будет менее явная и незаметная. Ну, мне вот, допустим, наоборот, понравилась бархатистость с обратной стороны. Так, вот я растушевываю, причем растушевываю и стараюсь немножко попасть на зелененький, чтобы был плавный переходик и немножко еще по краям добавлю. Уже не растушевывая, посильнее. Это вот у меня обратная сторона. Как видите, я повторила рисунок. Если немножко не попадете, ничего страшного. Затем я беру еще другую пастельку. Другого оттенка. И в некоторых местах просто вот добавляю крапления. Не во всех. И чуть-чуть тоже растушевываю. Чтобы были, оставались именно плавные переходы. Добавляем оттенка. Вот, допустим, этот у меня более бордовый. Этот более красный. Чтобы были вот различные оттенки прямо на самом лепестке. можно добавить еще более насыщенного красного. Вот в каких-то одну местах. в местах. И еще тоже растушевываю. Скажу, что были разные оттенки. Она вроде бы, так не сказать, что очень видны, но когда в цветке, потом это будет все-таки заметно. И беру опять бордовый. Немножко добавляю на края. Чтобы было посильнее. И чуть-чуть опять растушевываю. И еще я применю вот такую вот пастельку. Это номер у меня 259. Это еще более такой. Этот ближе к красному бордовый. Этот более такой розовый бордовый. И теперь окрашу только сами. Прямо вот краешки. Можно вот тут прям на зелененький немножко залезть. И тут тоже я делаю вот прям только по краям уже. И тоже чуть-чуть растушевываю. Немножко совсем. Чтобы насыщенность цвета все-таки осталась. Но, вот видите, у нас получается серединка состоит из нескольких оттенков вроде бы одной и той же, одного и того же цвета. На краешки еще чуть-чуть все-таки. Просто маловато. И тут по самым, по самым краешкам. Убираю вот эти. Они иногда скатываются. Чуть-чуть буквально даже не растушевываю, а даже просто вот убираю вот эти вот паточки. Так, и еще на гортензии в природе есть всякие различные пятнышки, какие-то неровности. Мы берем обыкновенную зубочистку и, допустим, коричневый цвет. Вот, допустим, у меня тут больше подойдет именно коричневый. Можно взять черненькие, темно-коричневые, светло-коричневые. Можно, допустим, даже синий взять. Вот, чтобы были эти всякие пятнышки. Немножко. Это, повторюсь, что я тут использую только масло на кустырь. От краешек зубочистки немножко вот наношу краешка. Ставлю зубочистку и прокручиваю. Получается, я делаю дырочку и у дырочки получаются коричневые края. На зелененьком это и делать. На самом краешке. Если хотите, чтобы дырочка получалась, получилось побольше. Но для того, чтобы не смазать краску, лучше использовать тот же кусочек губки. Положили и такими крутящими движениями делаем более большую дырочку. Все. У нас получились вот эти краешки. Темненькие и саму дырочку видно так. Вот. Рядом с ней еще сделаем капельку. Вот прям крутящими движениями. Вот получается, вот видите, какая такая листика у нас получилась. Точно так же делаем на других. Где делать дырочки, эти всякие вкрапления, это смотрите сами. Их может быть много, может быть маленько. Как вы знаете, как душа ляжет. Видите, я делаю побольше. Именно с помощью уже губки. Если делать вот так вот на руке, дырочку прокручивать, то краска может смазаться и получатся такие полосочки. Не очень красиво. Так. Вот мы сделали. Затонировалась. Лепесточек. Можно делать, повторюсь, что разными-разными цветами. Добавлять различные оттенки. Пусть даже они не совпадают с друг другом. Допустим, сделать вот красный. Тут можно добавить фиолетового немножко. В общем, поэкспериментируйте, какие оттенки можно делать. Абсолютно разные. Так. Теперь немножечко, чуть оживим наш лепесточек. Сгибаем пополам. Вот по внутренней прожилке. И чуть-чуть подтянем назад. Где-то тут еще можно чуть-чуть подрастянуть краешек. Где-то тут с краешку. Вот получилось. Фактуру сильную не делаем. Вот совсем немножечко. Чуть-чуть подтянем. Тут тоже подрастянем и волочки правушки. Вот вот лепесточка. Все. Вот видите, получилось вроде немножко, но фактура все равно есть. Так. И теперь будем делать деборку. Так. Я буду использовать, тут все собирать буду на секундный клей. Так. Ну, сначала берем детальку, какую мы, допустим, хотим. Ну, мы, допустим, возьмем этот. Так. Смотрим, как у нас будет подходить серединка. Стоит ли ее затонировать. В принципе, можно и такое ставить. Ну, наверное, я добавлю чуть-чуть желтенького на серединку. Делаю ближе к тому, каким цветом у меня основание у лепесточка. У меня слишком салатывает. Чуть-чуть можно добавить желтенького, сделать более таким лимонным цветом. Так. Эту детальку точно нужно тонировать лучше масляной пастелью, потому что я проверила, сухая пастель стирается вот с обработанного зефирного фламирана. Она как бы даже не держится особо. Масляная пастель будет меньше. Так. Берем сегодня один клей. Если вы хорошо умеете работать с горячим клеем, то тогда можете использовать его. Так. Зубочистку. Еще бывает, вот смотрите, зубочистки очень быстро забиваются секундным клеем. Что я делаю? Для того, чтобы не брать это чистую новую, я вот прям ножницами убираю. Немножко затачиваю, убираю вот этот клей. Все. У меня опять чистенькая экономика должна быть экономной. Так. Теперь нам нужно, если вы хотите сделать не вот с такими тоненькими основаниями в гортензии, то тогда не нужны эти хвостики. А наоборот, даже вырежьте вот так вот немножко основание, чуть-чуть делайте углубление и будете подклеивать вот прям под самый просто вот эти вот импровизированный цветочек по кругу. И все. Но я хочу, чтобы у меня были такие тоненькие, поэтому переворачиваем наизнанку. Немножко мажем вот этот вот хвостик и зажимаем. То есть, подклеиваем его в обратную сторону. Вот видите, впереди у меня получается вот такой вот хвостик. Подклеиваем его с этим. Вообще, люблю больше такую даже не нежную гортензию, чтобы была вот там насыщенная, насыщенные, насыщенные цвета. И не обязательно тут использовать для насыщенных цветов именно белый фоамиран. Можно использовать абсолютно другие цвета. Но если, конечно, вы хотите сделать нежненькое, то берите тогда белый фоамиран. Так. Теперь, вот эти хвостики, они у нас довольно-таки не очень хорошо, что они остренькие. Поэтому, немножко под углом, вот получается, я держу он лицевой стороной кверху. Поворачиваю. И немножко под углом, мне нужно срезать самый кончик, сделать небольшую такую площадочку. Потому что, подклеивать мы будем, вот такой вот уголочек будет, немножечко кверху. И нам площадка нужна, чтобы она была вот такая вот, ровненькая, немножко к основаниям. То есть, не видно просто. Вот у нас, получается, листочек, вот у него вот такой хвостик. И нам нужно обрезать немножко вот под углом его вот так вот. Чтобы была вот эта площадочка. И у нас вот тут вот этот вот ствол пойдет. Чтобы вот так вот приклеить. Думаю, сейчас понятно. И таким образом отрезаем. Сколько оставить? Ну, оставлять сильно длиннее тоже не нужно. Совсем буквально 2-3 миллиметра этой площадки. Но если хотите, чтобы было совсем вот так вот выделялось, очень сильно, можете оставить чуть под длиннее. У меня хвостики получаются буквально вот 2-3 миллиметра. Так, теперь опять используем тот же секундный клей. И подклеиваем. Нужно намазать с лицевой стороны вот этот хвостик. Даже немножко, вот видите, я когда намазываю, переворачиваю наоборот. Попускаю в эту капельку. И под соцветия внутренние мы к серединке просто подклеиваем. Один. Друг напротив друга еще один. Немножечко прижимаем. Чтобы у нас прекратилось чуть-чуть. Третий лепесточек. Вот, как видите, сборка очень легкая. Смотрите, чтобы они были примерно на одном уровне, чтобы было аккуратненько. Нужно чуть-чуть придавить. Так. И последний. Вот видите, у меня один лепесточек, он такой немножко поуза, вот хвостик, из-за того, что слишком маленький. Размер у этого лепесточка меньше. И вот точно так же подклеиваем. Чуть-чуть ниже этой высоте. Так. Теперь нужно проверить, как у нас держится. Вот прям подергать. Так. А по-моему, не дождалась, пока он приклеится, уже подергала. Так что немножко все-таки подержите, чтоб приклеилось, а потом уже дергайте. Так. Только я его приклеила уже. Так. У меня этот маленький совсем вредничает как-то. Он приклеивается на почту, он загибается. Так. Ну, в принципе, гортензия у нас практически готова. Если вам немножко не нравится, допустим, как вот лепесточки расположены, можете где-то еще друг другу подклеить. Можно немножко подрастянуть сам лепесточек, чтоб он тут, допустим, смотрелся, не так сильно загибался, более плоские, допустим, сделать. Даже в обратную сторону немножко загибнуть. Вот допустим, чтоб было так. Пусть даже в одном цветочке лепесточки смотрят вообще по-разному ложатся. Как видите, обратную сторону даже не обязательно тонировать. Ну, можно, если вам вдруг вниз не очень нравится. Ну, вот мне даже нравится, как тут смотрится вот вниз. Он прям вот как у живого цветочка. Сам ствол тоже тонировать не нужно, потому что зефирный пол, он довольно-таки такой светлый. Но если вдруг вам захочется, можно подтонировать. Вот так вот у меня тут чуть красненького ствола. Можно чуть-чуть вот придать. какой-то оттенка внизу в основании. Или на самом стволе. Чуть-чуть вот оттенить как-то. За счет того, что вот получается у нас трубочки, они очень хорошо держатся, держат форму. Видите, получается, вот даже я загибаю, допустим, мне обратно возвращаются. Если где-то у вас... Вот у меня получились, видите, загнутые трубочки. Тоже очень хорошо собирать. Будет удобнее букетик. Потому что вот, допустим, вот так вот у нас идет. И у нас цветочек будет в сторону смотреть. Ну, мне вот результат довольно-таки понравился. Экспериментируйте с различным цветом. Вот, кстати, вот эти у меня тонированные. Сейчас еще раз покажу, как я это дело собираю. Точно так же делаем у основания подклейку. С обратной стороны. Как видите, у меня тут тоже один листик меньше размера. Как говорится, все бракованные лепесточки, они, наоборот, в плюс тоже идут. Точно так же надрезаем немножко под наклоном делаем площадочку. Небольшую, но достаточную для того, чтобы у нас лепесточек все-таки закрепился. Так. Проконируем немножко салатовым. Чтобы серединка совпадала у нас. И точно так же делаем, прикрепляем, в основании лепесточки. Также можно вот так взять и как-то прижать. Лучше будет прижать сами. Прикрепляем. Прикрепляем. Так. Получается, за счет того, что у нас вот эта вот гвоздик, да, у нас получается вот эта вот площадочка, как раз когда мы ее вот так обрезаем, она у нас как раз положится вот в эту ложбиночку. И получается как раз то, что нужно. Вот у меня получился еще один цветочек. Вот у меня серединка. Как-то мне очень нравится. Слишком она зеленая. Наверное, я добавлю серединку. Вот тут у меня более светлым цветом. Как-то больше интереснее. Каким образом я это сейчас сделаю. Сейчас вам покажу еще один секретик. Вот так. Вот так. Сейчас возьму. Такой немножечко. Вот у меня синтетическая чисточка. Сейчас я добавлю белого цвета в серединку. Каким образом. Так как у меня пастель белая не профессиональная, не вот эта корейская. И как лучше подтонировать. Берем прям утек. Масляная пастель опять же. И ее расплавляем прям вот на утюге. Она довольно таки хорошо оплавится. И на утюге она жиденькая. Вот так. Берем сюда. Сейчас мы тонируем как-то нужно. Вот я подтонировала. Я тонировала серединку, сделала ее более посветленькой. Так, ну, думаю, получилось слишком белое. Теперь добавим, наверное, чуть-чуть желтенького. Прямо вот чуть-чуть в белом смылач. Прямо такой пример. Прямо ты чуть-чуть в белом смыла. Серединку можно формулировать абсолютно по-разному. Ну вот, результат мне больше нравится. Немножко можно прям порастушевать. Либо салфеткой, либо тоже кисточкой. Вот немножко прям вот, вот чеда салфеточкой порастушевать. Заодно убрать излишки пастели. Вот получилась более светлая серединка. Мне кажется, более даже интереснее. Можно, кстати, подтонировать еще немножко. Беленьким, чуть-чуть. Беленьким, желтеньким, а вот прям. Краешки. Сами эти лепесточки. Чуть-чуть еще добавить. Придаст некоторой жирности. Живости. Салфетка. Ну все. Я сегодня вам показала, как делать листочки в растензе. Я уже показывать не буду. Как делать тоже всю сборку. Тоже, я думаю, тут ничего сложного нет. Кстати, очень классно, удобно. Допустим, если вы будете собирать. Вот, допустим, берем вместе, да? Цветочки. За счет того, что дезефирный фоамиран, просто это место нагреваем зажигалкой, допустим. Раз. Прижали. Все. У нас получается уже готовое соцветие лепочки. И потом уже можно будет, если большое соцветие, собираем. И все это приклеиваем с помощью того же дезефирного фоамирана, без применения даже клея. И вставить можно в серединочку потом проволочку. И уже собирать на более большие соцветия. Ну что, я так думаю, мастер-класс вам пригодится. Даже если у вас есть молд гортензии, то, я так думаю, сборка и формирование самих лепесточков, покраска, тонировка, думаю, вам пригодится. Вот у меня получились вот такие вот цветочки. Итак, я со всеми прощаюсь. Всем пока-пока. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok